Для профессионального футболиста и тренера Виктора Епрынцева виртуальный формат игры – дело новое и пока непривычное. Тем не менее, мастер заявил своих юных игроков на популярный турнир – лето с футбольным мячом. Уверен, что соревнование в онлайн-режиме тоже будет полезным для подопечных. Свою состоятельность футболисты должны доказывать на футбольном поле, в том числе и дети. Но это дает понимание, это дает мысль, напряг мысли, чтобы хороший игрок – это тот, который придумывает на поле выход из ситуации. Оргкомитет решил не отказываться от соревнований в этом году. Но, чтобы соблюсти все правила, введенные в связи с пандемией коронавируса, матчи-турниры впервые продут в формате компьютерных состязаний. В сегодняшней ситуации у нас выбора нет, и проводить сочные встречи с риском здоровья детей, их родителей, тренеров мы не можем. Поэтому, как и все передовое общество, на сегодняшний момент мы выбрали формат онлайн-мероприятия. Это позволит нам сделать его интересным и насыщенным в условиях сегодняшней пандемии. Самарская федерация киберспорта обеспечила участников всем необходимым. Например, нарисованными полями, футболистами, тренерами. А вот за соблюдением правил игры будут следить реальные рефери. Один игрок, одна команда. Каждый подключается со своего собственного гаджета. Реально мы это все будем организовывать в режиме онлайн, потому что, ну, в случае, там, текущей ситуации, было принято такое решение. Вот, все игры будут проводиться из дома, и, ну, также судьи будут по удаленке подключаться, смотреть матчи. Уже сейчас за звание чемпионов сражаются почти 200 геймеров со всей Самарской области. И это не только футболисты. Встречаются в цифровом пространстве и представители других видов спорта. Заявочная кампания продлится до 10 июля. Как говорят организаторы, от желающих забить мяч в симуляторе нет отбоя. То, что дети у нас будут оттачивать свои навыки, свое мастерство, как раз с помощью компьютера или игровых приставок, это тоже хорошо. Это позволяет развивать тактические навыки. Ну, понятно, еще мелкая моторика также работает хорошо. И все равно у нас в понедельник так и начали возобновляться занятия, поэтому дети могут заниматься как спортом на улице, соответственно, так же и участвовать в этом мероприятии в компьютерном спорте. Схема проведения турнира «Лето с футбольным мячом» не изменилась. Претендентам на победу придется пройти три этапа – районный, городской и областной. А в следующем году оргкомитет планирует провести параллельно сразу два турнира – классический на футбольных полях и виртуальный. Мы решили не терять этот год, а все-таки провести уже в таком формате, тем более у нас есть и опыт проведения чемпионатов по киборфутболу, и они проходили на самой арене дважды, проходили очень интересно и успешно. И вот мы соединяем эти два формата, посмотрим, что из этого получится, но то, что получится, я в этом даже не сомневаюсь. Любители творчества могут поучаствовать в конкурсе фотографий и рисунков на футбольную тему. А для поклонников фристайла пройдут состязания в видеоформате. Можно записать свой ролик и отправить в судейскую коллегию. Судьи отберут десятку лучших, и именно они выступят на стадионе «Самара-арена» 21 августа. В этот день там состоится финал кибертурнира «Лето с футбольным мячом». Андрей Горгуленко, Сергей Кизоркин, Максим Гусев. События.